О пилотном проекте, который называется «Сравни города-дороги» мы поговорим сейчас с нашим еще одним гостем. Это координатор Федерации автовладельцев России, Егор Фролов. Потому что, знаешь, я думал, все автолюбители или автовладельцы. Но вот как раз... Не все любители, владельцы. Да, да, да. Да, и так, что это за проект? Сравниваются города, как я понимаю, и дороги. Да, действительно, идея родилась еще давно, просто не было возможности. Это же все-таки надо поехать, это все стоит денег. Для того, чтобы, в принципе, реализовать эту съемку, нужны люди. Но на самом деле, вот в этом проекте, который первый мы только запустили, так сказать, пилотный, снимал все лично я, монтаж делал тоже я, и подготовительный процесс тоже делал я. И если уж говорить про сложности вообще, вот, ну, создание таких проектов, это надо изначально там со всеми договориться. Ты, грубо говоря, находишься в Красноярске, а не в Новосибирске. Потом, когда ты приезжаешь, у тебя есть всего три дня, ну, потому что ты приезжаешь по работе, ну, я, так сказать, смешиваю два процесса одновременно по работе, и решил воспользоваться таким случаем, потому что идея была давно. И слетают люди, которые, с которыми ты договаривался о встрече, заболел, да, там, семейные обстоятельства, ты начинаешь искать. И вот ты понимаешь, что если ты сейчас за три дня там не отснимешь то, что ты хотел, а именно там и чиновников, и общественников, ну, просто не получится, получается, да, все на смарку. И ты там подготавливался, грубо говоря, неделю до этого, и может так получиться. Ну, на самом деле, все получилось, тоже со срывами, ну, очень испытываешь, да, большой шок, когда кто-то слетает, и ты думаешь, что же делать. Как этот проект вообще существует? То есть это видео? Да. Одно. Это пока одно видео. Сравни горододороги, сейчас мы сравним Красноярск с Новосибирском. Впоследствии, если все-таки приобретет такую нужду среди зрителей и по планам мы хотели поехать в Иркутск. Но если говорить про Новосибирск, то, что мы там сняли, и парковки для инвалидов, и то, как работают чиновники, как настроена вся работа чиновников в Новосибирске, уже есть отголоски, уже и начали устанавливать дорожно-знаковую информацию, где их не было, и за дороги вроде как лучше взялись, потому что, ну, если сравнивать Красноярск и Новосибирск, Новосибирск, независимо от того, что говорят, что в Новосибирске больше осадков, но если посмотреть, сколько осадков и у нас в этом году, в Красноярске, то в Новосибирске ситуация намного хуже. Но есть и положительные черты, чем обрабатывают дороги. К примеру, у них реагент не используют такой мощный, как у нас. У нас там на минус 25 работает, а у них до минус 15. То есть, ну, такой жесткий не применяют, плюс сами чиновники признаются о том, что они как бы не совсем любят там реагенты, потому что, ну, начинают жители возмущаться. Они используют, заместо вот, как у нас, песчано-солевой смеси, они используют отсевдробление каменной крошки. То есть вот то, что когда производят асфальтобетон, камень дробится, остаются остатки. У нас тоже там говорили и про мраморную крошку. А вот именно, что эта фракция, она как, ну, как иголочка, втыкается в лед, и она намного лучше, чем когда у нас песчано-солевой, круглый камушек, который сыпется вместе с песком, естественно, он отлетает в лобовое стекло. Интересно. То есть, каждая серия этого проекта предполагает поездку в один город. И там вы снимаете, как там с дорожной сетью все происходит. Да, именно как изнутри. Когда мы приезжаем в тот же Новосибирск, нам же все кажется красиво, молодой город, там ему сто лет, в отличие от нашего, нашему 400. Широкие улицы. Но когда ты начинаешь внутри узнавать, как это все работает, ты понимаешь, что, блин, Красноярск намного круче. Где это видео лежит, где его посмотреть, и сколько по времени получилась серия про Новосиб? Ну, да, получился он полтора часа. Как я его не сокращал, как не резал. Но все детали очень важны. И те, кто интересуется дорогами, как они устроены, и как, на что обращать внимание, я советую все-таки его досмотреть до конца. Находится он на Ютубе. Просто в поиске набрать сравни города-дороги, либо ФАРК Красноярск, и он вам выдаст, в первую очередь, именно этот ролик. Ну, еще давайте по пару таких. Егор, я хотел спросить. То есть вы в каждом городе спрашивали разных представителей? Разные стороны, да. То есть обязательно в каждом, и в Новосибирске, и в Красноярске, есть какой-то комментарий от тех, кто занимается дорогами со стороны властей? Есть какие-то сообщества автовладельцев? Ну, представительство ФАРФ в том же Новосибирске, плюс представители ОНФ, которые, ну, там... ОНФ это что такое? Общероссийский народный фронт. Они намного... Вот ОНФ именно в Новосибирске намного круче, чем у нас. У нас он такой лояльный к дорогам. А там прям все по-жестному, все по делу. И, ну, вот я говорю, если послушать то, насколько устроено, почему там выделенные полосы... Почему по выделенным полосам там сильно не возмущались? Почему у нас сильно возмущались? Существуют ли велодорожки в Новосибирске? И как это реализовывается? Существуют? Они там, если уж раскрыть такой некий секрет... Да, конечно, мы хотим эксклюзив. Там дело в том, что и там, и у нас все делают ради километража. То есть там есть выделенные полосы, которые не пользуются вообще. То есть их протянули для того, что нужен был километраж, как полагается... То есть на них прямо на камеру? На камеру чиновники не захотели, а вот представители ОНФ спокойно об этом рассказали. Плюс велодорожки. У них есть велодорожки, у которых посередине стоит бетонный столб фонарный. Чтобы интереснее было. Ну да, чтобы скучно не ездить. Чтобы за дорогой следил. Всегда не услугу. На чеку. А у нас такое ощущение, что велодорожки у нас запихнули в остров Татышев. И скорее всего отчитали, что в городе Красноярске есть велодорожка. По набережной вот идет велодорожка. Да, да. Ну то есть скорее всего также и у нас километраж именно нагоняет. Плюс, если мы говорим про выделенные полосы, ведь у нас много выделенных полос, которые рисовались для универсиады, якобы для универсиады, для маршрутов универсиады. Но они по сей день остались, которые создают на сегодняшний момент заторвую ситуацию. Та же выделенная полоса на коммунальном мосту создает заторвую ситуацию на Красноярском рабочем. Тут уже шахтеров, да, при условии, что ее оптимизировали. Повороты, да, про то, что запретили. Да, выделенные полосы там тоже создают некую такую. Какие города у вас сейчас в приоритете? Куда еще хотелось бы поехать? Хотелось бы поехать в Иркутск. Ну вот если мы сравнивали Новосибирск, казалось бы, у них дорог в три раза больше. То есть у нас тысячу километров, у них три тысячи. У нас 540 тысяч автомобилей, ну, транспортных средств, если быть точнее, стоит на учете. У них 460. То есть плотность у них меньше, автомобилей на километр, а пробки у них больше. И вот как раз хотелось бы посмотреть, а как это сделано в Иркутске. Ведь маленькие города, они, наоборот, мне кажется, стараются выделиться и сделать что-то лучше. И поэтому вот как раз хотелось бы посмотреть. Смотрите, там прям деньги показывают. В общем, действительно, очень интересно. Какой бюджет города именно вот в этом проекте мы сравниваем и количество ДТП. По каким причинам ДТП происходит? Какой бюджет города был в Красноярске, какой бюджет в Новосибирске? Ну, резюмируя, давайте еще раз зрителям напомним, где искать и по каким вообще, по каким кодовым словам этот фильм. Ну, резюмируя, можно сказать, что в Ютубе, если забиваете «Сравни города» или «Сравни города дороги», в любом случае он выдаст этот ролик первый, потому что этот проект уникальный на всю страну, потому что в Ютубе я поискал, не нашел я таких проектов. Можно спокойно найти. Желательно поставить лайк, сделать репост, написать комментарий и подписаться. Колокольчик еще обязательно. Спасибо большое, Егор. Очень интересно. И захотелось уже посмотреть, я думаю, всем. Давайте будем смотреть, сравнивать города и надеяться, что в Красноярске дороги вскоре станут самыми лучшими.